Всем здорова! Думаю, если вы живёте в 2021 году, то хотя бы раз слышали о том, что существуют такие магические штуки, как нейросети. И магические они, потому что мало кто знает, как они работают. Сегодня я постараюсь объяснить доступным языком для обычного человека, что такое нейросеть, как вообще такие сети работают, и попытаюсь сделать свою сетку, чтобы анализировать рынок игры EVE Online. Для начала немного теории, определения из Википедии. Нейронная сеть – это математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенное по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей, сетей нервных клеток живого организма. Проще говоря, нейросети, которые создаются в виде программы или отдельных чипов, это попытка создать некоторый разум, который смог бы выполнять какую-то задачу, как живой мозг. Мышление этого самого разума похоже на человеческое, и чтобы он хоть как-то начал работать, его нужно обучить. Чем вообще может заниматься нейросеть? Ну, например, искать объекты на фотографиях и классифицировать их – люди, машины, животные, постройки, леса, горы и множество других объектов. Сортировать объекты по уже имеющимся классификациям. Предположим, вы очень любите собак и абсолютно терпеть не можете кошечек. Это, конечно, странная ситуация, ведь все в этом мире любят кошечек и вообще не правят миром. Ну, для примера, допустим такую ситуацию. И вот вам дали некоторый набор картинок кошек и собак. Вы явно хотите видеть только то, что вам нравится, поэтому если у вас есть нейросеть, которая может отличить их, вы ею воспользуетесь и получите отсортированные фотографии. Такой пример, конечно, слишком натянутый, и в действительности это мало кому может пригодиться. Но на нем легко показать смысл, и если из этого примера вы уловили этот самый смысл, то поймете следующий. Например, подбирать более интересный контент для пользователя. Предположим, вы любите смотреть видео по EVE Online, по World of Tanks и по автотематике. Также предположим, что вы не любите смотреть кулинарные шоу, лайфхаки и майнкрафт. Вы, возможно, не всегда задумываетесь о ваших предпочтениях, но сами для себя можете определить, что вам нравится смотреть, а что нет. Это очень похоже на предыдущий пример с котиками и собачками, но уже более приближенный к реальности. Заходя на YouTube впервые, вам предложат посмотреть кучу разных роликов по разным темам. Вы посмотрите один ролик, второй, третий и так далее. У механизмов YouTube сформируется некоторое представление о ваших предпочтениях, и вам будут предлагаться чаще те ролики, которые схожи с тематикой того, что вы уже смотрели. Алгоритмы так горячо любимого нами видеохостинга до конца не раскрыты, и поэтому нельзя сказать, что работает какой-то конкретный алгоритм или нейросеть, но рискну предположить, что тут замешаны все. И если вы подумали, что это все используется только для развлечения, маркетинга или каких-то уловок, то вот вам еще один отличный пример. Нейросети достаточно успешно используются в производстве. Например, вы производите какие-то детали или даже сложные технические устройства. Производство может быть полностью или частично автоматизировано, но так или иначе есть некоторый процент брака. Практически на каждом производстве есть механизм отбраковки, где-то его реализуют в виде людей, а где-то в виде роботов, и не так давно начали использовать нейросети. Просто представьте, что выпуская миллион изделий в месяц, нужно иметь штатное место отбраковщика, и даже не одного, чтобы сохранять гарантию качества и иметь минимальный процент брака, попадаемого в руки потребителя. А теперь замените 5-10 человек одной нейросетью, которая не требует повышения зарплаты, штатного места, больничного и отпуска. Причем справляться она может куда лучше человека, потому как никогда не устает и будет постоянно учиться на своих ошибках. И единственное, что ей по сути нужно, обслуживающий админ, который не обязательно должен быть в штате. Чаще всего такие системы сваливают на обслуживание в аутсорс. Минусом таких систем является их стоимость и сложность в разработке. И если саму нейросеть создать не так сложно, то гораздо сложнее ее правильно настроить и обучить. Чтобы сеть работала хорошо, ей нужно много обучающих данных, которые не просто состоят из бессмысленного набора фотографий, текстов или еще каких-то данных, но еще и подготовлены для отправки на обучение. А для этого необходим грамотный подход. Ну а чтобы в дальнейшем было проще смотреть ролик, проведем краткий экскурс, то из чего состоит нейронная сеть, как ее обучать и как она работает. Готовя этот ролик, я много советовался с другом, который разбирается в этом побольше, чем я. Честно говоря, это мой второй по счету опыт работы с нейронками, поэтому я не до конца понимаю все механизмы их работы. Я не собираюсь грузить вот сейчас терминами и математикой, и не собираюсь рассказывать в деталях, как работают такие сети. Для этого есть обучающие курсы и занятия в университете. Вот, например, один из бесплатных курсов Семена Козлова, который порекомендовал мне мой друг, когда я заинтересовался этой темой. Подсказка появилась в правом верхнем углу, и на него есть отдельная ссылка в описании, если вдруг будущий Google решит убрать подсказки. В этом курсе достаточно подробно рассказывается о нейронных сетях и их обучении, причем рассказывается человеком-практиком, который применяет свои знания в реальных проектах и делится ими с людьми. Я сам еще не дошел до конца курса, но многое для себя подметил. Моя же цель в этом ролике не научить вас, а немного отвлечь от ежедневной суеты и показать эксперимент. Теперь быстро разберем, как в общем виде работает нейросеть. Из названия можно понять, что нейросеть состоит из нейронов. Если быть точнее, сеть делится на слои, которые состоят из набора нейронов. Есть несколько типов слоев. В относительно простой сети можно выделить три слоя. Первый слой входных данных, второй скрытый и третий слой выходных данных. Скрытых слоев может быть много, а количество нейронов в слоях подбирается по ситуации. Нейроны из разных слоев имеют связи. Эти связи имеют какие-то начальные параметры своего веса. Входной слой принимает данные для анализа, а выходной выдает результат. Чтобы было комфортнее смотреть видео, просто воспринимайте нейронную сеть как черный ящик, в который вы подаете какую-то начальную информацию и получаете готовый результат. А теперь время собственного эксперимента. То, чего, наверное, ждут многие из вас с самого начала. На канале уже есть два ролика по экспериментам в Еве с рынком, где я пишу программу, которая помогала бы оценивать рынок для перепродажи предметов. А сегодня мы попытаемся написать целую нейронную сеть, которая бы анализировала рынок EVE Online и пыталась бы как-то предсказать повышение или снижение цен на товары. Итак, для начала продумаем, какие данные нам нужны и что мы с ними будем делать. Очевидно, что нам понадобится просто масса информации о ценах на товары, желательно за длительное время. Разработчики Явы в этом плане нас пощадили. Любому из нас доступна информация о ценах продаж предметов за последний год. Ее можно посмотреть прямо в игре в маркете. Получается, что у нас есть информация по каждому дню в течение года. То есть, какая была максимальная, минимальная, средняя цены продажи и сколько было ордеров и какой объем. Это важная информация для аналитики, и она нам пригодится. Конечно, каждый предмет я ручками тыкать не собираюсь, чтобы собирать по нему информацию. Всю ту же самую инфу нам предоставляет ESI сервис от CCP. Используя официальный API, я написал программу, которая бы сама собирала информацию сервера и сохраняла бы у меня. Кстати, вы знали, что все вещи в EVE имеют один базовый класс предмета? Это значит, что солнце, ворота, станция, икстайповый шеллбустер имеют один основной класс под названием Type. Такой подход используется много где и называется наследованием. То есть, все предметы изначально наследуются от одного базового класса. В теории, в маркете можно разместить на продажу целую луну или солнечную систему, но на самом деле предметы в EVE также делятся на опубликованные, паблишет и не опубликованные, и я думаю, что именно этот параметр влияет на возможность размещения такого предмета в маркете. Этот параметр отлично видно в статических файлах игры, которые доступны для сторонних разработчиков официально. Для более удобной работы я скачал эти файлы себе. Из них не нужна информация о только опубликованных предметах, то есть только о тех, которые можно размещать в маркете. Ассортировав только нужные предметы, я записал их в базу данных, и если в первых видео мы работали с детской SQLite, то в этом эксперименте я решил использовать Postgres SQL. Эта игрушка уже посерьезнее и гораздо удобнее. Имея весь список предметов, можно попытаться получить ту самую историю торговли по ним. Тут уже используем оговоренный ранее ESI API. Честно говоря, для этого ролика я потратил просто уйму времени. Парсинг файла с предметами занял где-то час. Получение информации о истории продаж почти 10 часов беспрерывной работы скрипта. Но это цветочки по сравнению с обучением самой сети, о которой будет чуть позже. Подготовка таких роликов занимает очень много времени и сил. А если кто-то из вас живет в Москве, то в курсе какая сейчас жара на улице и сколько она уже длится. Поэтому если вам такой контент интересен, дайте знать в комментариях, не зря ли я трачу свое и ваше время. Итак, продолжим. Всю ночь и немного утра скрипт собирал информацию с сервиса ESI. Но получить ее одна беда. Вторая – правильно подготовить для сети. И вот на что я убил практически весь день. Для начала нужно определить те самые входные параметры для сети. И вообще определить, как сеть должна реагировать на них. Я решил, что у нас будет 7 параметров. Первый – регион, в котором предмет продавался. Второй – максимальная цена. Третий – минимальная цена. Четвертый – средняя цена. Пятый – количество ордеров. Шестой – объем продаж. Седьмой – номер дня недели статистики. Эти параметры определенно влияют на поведение цены. Да и вообще влияющих факторов очень много. Именно поэтому сложно сделать какую-то универсальную модель. Цены часто меняются из-за обновлений. Перефарма каких-то конкретных вещей. Войны, курса, доллара и биткоина. Стримов беста. Тут, может быть, конечно, не всегда. Но сифон фиг найдешь теперь, наверное. Ладно, шутки шутками, но я решил, что у нас будет именно такой набор. Так как его легче всего определить в модель. Как мы будем это все посылать сети и что мы вообще ждем в ответ? Моя теория такова. Берем статистику по ценам на предмет за неделю и отправляем сети. Она должна нам выдать информацию о том, будет ли на следующий день цена повышаться, уменьшаться или вообще останется примерно такой же. То есть мы делаем выбор из трех вариантов, которые могут произойти. Следовательно, 7 параметров и 7 дней. Итого получаем 49 параметров, которые мы пошлем в сети. Конечно, это очень мало, но выбора у нас особо нет. Я выбрал методику обучения с учителем. Она очень часто применяется в таких задачах. Поэтому нам важно знать заранее ответ, чтобы хорошо обучить нашу систему. Я написал еще один скрипт, который генерирует файлы для обучения. При этом считая, было ли повышение цены, понижение или стагнация. Вся генерация заняла у меня где-то еще часов 10-12. В общей сумме сгенерировалось 8 гигов с хвостиком текстовых файлов, чтобы сеть можно было обучить. И только теперь пришла пора написать саму сеть. Честно говоря, опыта у меня в этом мало, и я решил использовать те инструменты, с которыми я уже сталкивался. Это язык Python и Горский библиотек. Основная из которых Keras. Она позволяет развернуть свою нейронку, при этом не распыляясь на большое количество нюансов, которые обязательно нужно учитывать. В общем, написание самой сети не заняло много времени. Может быть где-то час от силы. Я больше времени потратил, чтобы настроить TensorFlow на работу с CUDA. То есть, чтобы вычисление проводило моя видеокарта, а не процессор. К слову, карточка ноутбучная, 1660 Ti Max-Q на 6 гигабайт видеопамяти. Да, для каких-то серьезных вычислений она не годится, но это все же лучше, чем просто на ноутбучном процессоре Intel Core i5 9-го поколения. Для нашей сети я сначала выбрал четырехслойную модель. Первый слой входной, последний выходной и два скрытых. Почему два? Дофиг его знает. Посмотрев много материала, я так и не нашел для себя информацию о том, сколько стоит использовать таких слоев. Этот параметр, как и многие другие, нужно подбирать вручную методом проб и ошибок. В одной из статей вычитал, что количество нейронов первого скрытого слоя должно быть меньше, чем подаваемой информации, чтобы сеть не начала запоминать ответы сразу, а хоть чему-то обучалась. Поэтому я все время экспериментировал с параметрами и в какой-то момент даже попробовал добавить еще один скрытый слой, что в первый раз не дало результата, но при еще одной попытке и при других настройках позволило немного выиграть в обучении. На протяжении всего обучения стояла основная задача – подобрать подходящие параметры. Наверное, это и есть самая тяжелая работа. И тяжелая она, потому что нужно понимать, какой параметр будет влиять больше. Я делал большое количество попыток, обучая сеть и переставляя параметры, добавляя и удаляя слои. Но результаты на самом деле неутешительны. Обучая сеть, мы видим параметры, которые отвечают за обучение и тестирование. А если подробнее, это ошибка и точность сети при обучении и такие же при тестировании. В идеале ошибка должна быть близка к нулю, а точность сети максимально возможной. Для удобства анализа обучения я сохранял графики почти каждый раз, и вот они для примера. Очень высокий шанс ошибки и крайне низкая точность в ответе. Прям как у меня, когда я учился в школе. Из кучи попыток, которые вы видите сейчас на экране, я выделил две, которые показались мне максимально успешными на фоне других. И использовав модель 12-й сети, я решил попробовать попредсказывать цены. Выбрал несколько относительно стабильных, на мой взгляд, предметов и немного колеблющихся, например, филаменты, цена на которых может меняться изо дня в день. Сделал предсказание при помощи нейронки. И вот табличка для сравнения с предсказаниями и фактическими результатами. И да, я совсем забыл сказать, что я взял следующую модель оценки. Если цена повызилась относительно среднего значения за неделю на 10 или более процентов, то значит произошло повышение. Если понизилась на 10 или более, то понижение. Если осталось в диапазоне плюс-минус 10 процентов от средней, то такой же и осталось. То есть основной упор делается на то, чтобы выявить именно постепенное повышение цены и не принимать во внимание скачок, который появился из-за какого-то внешнего неучтенного фактора. Как мы видим, процент угадывания около 55 процентов, что во-первых очень мало, а во-вторых этих данных маловато, чтобы адекватно оценить сеть. Поэтому и существуют графики. Скорее всего, при анализе других параметров результат может сильно измениться. И на самом деле он действительно изменяется. Пока записывал ролик и материал, я провел еще несколько сравнений, но уже без детального описания в экселе. В общем нейронка показала, что 19 из 20 товаров, которые я в нее вбил, не будут изменяться сильно в цене. Хотя по моим подсчетам 6 товаров должны были измениться. Таким образом мы получили правильность ответа в сети 70 процентов, что конечно же является ложью. По другим позициям процент успеха составлял около 30. В общем результат работы сети можно сравнивать с подбросом монетки, что практически обесценивает все затраты нервных клеток на это детище. Ну так давайте же разберемся, где я ошибся. На самом деле вариантов масса. По объяснению Семена, чьи лекции я рекомендовал, можно проследить на каком этапе на что обращать внимание. Поэтому смотрим на вот эту вот схему. Начнем с самого начала. У нас есть тренировочные данные и есть статистика обучения. Если ошибка маленькая, идем вниз по схеме. Если ошибка большая, идем вправо. Практически везде в моих попытках обучения ошибка на тренировке колеблется от 0.8 до 0.68, с учетом того, что максимальное значение ошибки 2. Мы видим, что ошибка у нас достаточно большая, чтобы прям на первом же блоке понять, что мы на начальном этапе. Из этого следует, что у нас проблема может быть практически везде, начиная от фундаментально неправильного подхода в подобранной модели, до проблем с данными для обучения, а также с их количеством или качеством. Из чего можно сделать вывод, что программист нейросети из меня так себе. Но я этого и не скрывал. Немного поискав информацию в сети, я наткнулся на множество попыток предсказать реальные рынки валют при помощи нейронной сети. И все те, что находились в свободном доступе для изучения, которые я посмотрел, не внушают надежды на положительные результаты в этом деле. А все потому, что моя ошибка скорее фундаментальна, чем параметрическая. То есть изначально проблема в модели, а не в параметрах, которые я подбирал. Я не учитывал большое количество внешних факторов и пытался работать только со внутренними данными рынки. А ведь очень сильно на рынок влияют разработчики, которые делают обновления, и игроки, которые занимаются производством или воюют в большом количестве. И пока что я не смог сделать подходящую для этого всего модель. Больше того скажу, еще пока ни у кого не удалось ее идеально подобрать под реальные рынки. Но многие к этому стремятся и посвящают этому всю свою жизнь. У кого-то получается сделать нечто очень приближенное или использовать совершенно другие подходы. Но не каждый готов поделиться положительным результатом. Даже если вы и нашли подходящую модель, то на то, чтобы понять, что она хорошо подходит, нужно большое количество времени. Лично мой комп не выключается уже пятый день, чтобы записать этот ролик. Я сделал больше десятка попыток, чтобы понять, может ли моя модель хоть что-то. Каждое новое обучение с новыми параметрами занимает очень много времени. А в такую погоду, да еще и на ноутбуке, да еще и с 8 гигабайтами оперативки, все эти процессы занимают невероятного количества времени и очень сильно изнуряют. Если вам было интересно смотреть этот ролик, не поленитесь поставить лайк и оставить комментарий. Также можете подписаться на канал. Вот комментарий из прошлого ролика. Всем спасибо, кто поддерживает добрыми словами. Отдельное большое спасибо моему другу Юре, который помогает с материалом, да и в целом меня поддерживает. Отдельно вот еще закрепленный комментарий оставлю, который мне понравился больше всего под предыдущим выпуском. А на этом ролик подходит к концу. Всем спасибо за внимание. Надеюсь вам было интересно. Отпишитесь в комментариях по поводу такой тематики. Уж простите за то, что я не выдал нереально крутого результата. Но если когда-нибудь накоплю на хороший комп, то обязательно постараюсь сделать еще какой-нибудь интересный ролик по нейронкам. Ну а на этом всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok